Больше чем на 20 миллионов тенге оштрафовали граждан, которые предоставляли помещения для занятия проституцией и сводничества. Полицейские постоянно сталкиваются с одними и теми же нарушителями. Некоторые прячут свой бизнес за вывеской «боди-массаж». К слову, в интернете масса объявлений рекламирующих такие услуги и даже вакансии имеются. Вероника Боярова встретилась с работодателями. Девочки, одеваемся. Граждане, все, выходим. Каким вы деятельностью здесь занимаетесь? Какой массаж? Эротический боди-массаж. Есть у нас видеофиксация, как вы предлагаете услуги интимного? Знаете, да? Администратор так называемого СПА-салона, конечно, лукавит. Девушки прячут лица, а клиенты сгорают со стыда. Облава в заведении, где предлагают услуги интимного характера, практически ничем не отличается от рядового рейда по выявлению проституток. Риторические вопросы и банальные ответы. Мы люди, которых нам нужны деньги. Мы, соответственно, работаем. До этого на хозяине было составлено 450 для занятий проституцией уже, уже уведомлялся. Но, однако, как вы видите, данный объект функционирует. На данный момент есть материалы, видео, все засняли. Девчонок сейчас мы будем через доктор-карту образ плюс проводить. То есть всех присутствовавших занесут в базу. И на этом, собственно, все. По домам. Точнее, притонам. С начала года по стране выявили порядка 50 так называемых борделей. Штрафуют только тех, кто сдает жилье таким мастерам боди-массажа. Поэтому интернет буквально пестрит подобными вакансиями. Специалистам по эротическому массажу обещают миллионные заработки. Мы позвонили по объявлению и даже встретились с работодателем. Реальные гонорары оказались еще более привлекательными. По окладу сколько мы ждем? Сейчас 13 тысяч, полнота 10. Ага. Это больше 50 на 50. 6,5, что не будет. Время час идет и час, час, час. Девчонки, час, полчаса, держать не будем. Гостей встречают прямо в квартире, полностью обнаженными или в нижнем белье. Смена начинается в 6 вечера. Трудятся девушки, не покладая рук, до самого утра. Днем востребованные массажистки отсыпаются. При желании жить можно здесь же. Здесь работают, здесь 4 комнаты, получается, рабочая комната. Получается, мы здесь смотрят, выбирают, кто им будет. Ага. Забираешь гости, да. Заскрую душ. Я раз, конечно, не хочу, конечно, страшно. Я в себе у нас 3-4 раза убежала. Правда? За безопасность, сказали, тоже можно не беспокоиться. Ну, если там он будет лезть, просить там все, может сразу выйти. По словам владельца настоящего массажного салона Ивана Шестакова, такие горе-специалисты портят репутацию профессиональных заведений со здравительным уклоном. Все предоставляем. Обучение, пропитание, проживание, высокую заработную плату. А по факту что? То есть, по факту ты работаешь проституткой. Все. В данном случае это полностью скрыто. То есть, вся проституция сейчас в Казахстане, ну, вот я могу даже так громко сказать, вся проституция в Казахстане скрыта за массажной индустрией. Причем процветать подпольные заведения по наблюдению массажиста стали в последние 3-4 года. Нас занизили. То есть, уровень массажиста, скажем так, стоптали в грязь за счет именно проституции. И сейчас нам очень сложно, опять же, рекламировать даже свои услуги, когда ты реально предоставляешь качественный массаж для того, чтобы человек оздоровился. Каждый день только в этот настоящий массажный салон звонят как минимум 4 человека с намеками на нечто большее, чем просто оздоровительная процедура. К слову, за организацию услуг эротического массажа по нашему законодательству не предусмотрено никакого наказания. Вот и в МВД пока не знают, как прикрыть все эти псевдо-спа-центры. Рейды и облавы, судя по популярности этих услуг, никакого результата не приносят. Вероника Боярова, Жандос Лулангазы, Наурыз Базаров, Хабар, 24.